Ну что, долгожданная встреча сегодня состоится с нашей землянкой-заползухой. Посмотрим, как она у нас тут прожила. Сколько тут? Месяц-два не было. Посмотрим, там крапивка наша на крыше выросла, нет. В планах помните то место? Фундамент, ну от старого дома. Где я складень нашел старый. В планах вот сегодня это место все прошерстить. Все сигналы буду копать. Все металлические. Все железные, все цветные, все сигналы выкопаю. Посмотрим, что там найду. Думаю, может, чего-нибудь интересненького и попадется. Так что все, оставляю здесь свой транспорт. Дальше не поеду, все заросло. Взял с собой покушать. Немножко. Вот мой приборчик. Опять эти лосиные мухи напрыгивают с деревьев. Вот так вот сейчас заросла дорога здесь. В принципе-то не сильно, я думал, он будет сильнее. Можно было и на мупеде проехать. А, ладно, прогуляюсь. Тут 2 километра. Отдох на природе. Полезно гулять. Шнурки развязались. Надо завязать. Смотрите, как интересно сделано. Видно, нет здесь паутина. Так что здесь паук был. Вот так это вроде видно. Ну и все. Я подходить стал, он сюда вот забежал. Вот такой вот у него домик сделан. Из листика. От дождика, наверное, туда прячется. Интересно, что-то не замечал раньше. У всех так? Или у него одного? Он там сидит. Хотя нет. В некоторых местах хорошо затянуло. В уши меня, просто. Смотрите, чага вот здесь возле дороги прям. Я раньше ездил, ее не видел. Значит, ее по-любому не было. Потому что я много раз здесь приезжал. И вот за месяц получается, за два вырасту-вырасту, такой кусочек. Быстро растет. Потом подожду, побольше вырастет, заберем. Половину прошел, еще немножко осталось. И синявочки пошли. Больше никаких грибов вроде не видно. Странно. Когда уже грибочки-то будут. Конец лета, скоро уже. Так, грибов еще не едали. Ну все, уже подходим. Вот она наша заползушка. Труба торчит, значит, печку не утащили. Да здесь никого не бывает. Охотники максимум. И то я не видел ни разу здесь. Один раз каракат проезжал какой-то. Ну год или два назад. И все. Следов так-то нет. Да, кстати, крапивка-то не взошла. Вообще ни одной нету. То ли семена просрочены, то ли на следующий год только вылезет. Ну ладно. Папоротничек зато. Папоротникам по-любому затянем все. Все, вон в папоротнике вода. Ну тоже как-то серовато. Немного. Ну-ка, сейчас залежу. Так. Ну, в принципе, стены здесь сухие. И потолок не то, что там, в той землянке. Почему вот на полу вот здесь? Вот здесь вот. Сыровато. От трубы, наверное, где вот разделка. Там у меня же все не герметично. Оттуда, наверное, дождик попадал. Ну так, везде все сухо. Только вот паутину убрать, все нормально, можно ночевать. Вот здесь вот еще щелочка образовалась. Ерунда. Нормально. Не ожидал, что так сухо будет. Не капельки влажности. Сейчас паутину уберу. Вот и все. Когда ухожу, пачушку, наверное, надо убирать вот сюда, в сторону, раз здесь протекает, чтобы на нее не падала вода. Вот так. Начинаю, ребята, подготовлять материал. для нашей будущей избушки, которая будет в базовом лагере. Буду строить дощатую избу, потому что из валежника там одно бревно нашел в ближайших 300 метрах. Почти 150. Блин, там-то еще тоньше. Е-мое. Ну ладно, посмотрим, что из нее получится. И-мое. Возьми. Ну ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот Опа! 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 Все будет красиво, качественно, поэтому придется повазюкаться, но зато вот такая гладенькая доска получается, все ровненько. потом еще покроем ее защитным слоем покрасим может краской какой-нибудь или чем-нибудь посмотрим вот такие пазы смысл будет что одна доска на другую ложится и уже поддувать не будет из-под пола да, конечно, ну ладно повозюкаемся наконец-таки вроде бы все по подсчетам вот такая пачка получилась досок спина отстегивается время уже вечер целый день простругал даже не ел еще сегодня думал, что сейчас побыстрее это все будет вот столичка осталась двухметровый все распилил тут еще маленько трехметровый взял надеюсь, на всю избу хватит вот это у меня место прибавится пол гаража сразу освободится блин, что-то ни хрена не слышу уже в этот день станки эти шумели все, звенит в ушах так что вообще тут сейчас сразу пол гаража у меня освободится, столько места будет а то я ютился тут вот в этом кусочке да, шикардос будет не зря стал пилить а то уже некоторые стали подгнивать еще пару лет вообще бы сгнили ничего бы не сделал прожалел бы материал этот ну не, ничего отстругиваться такие красивые вот видите, подгнивать начал отстругиваться вроде нормальные красивенькие такие досочки ровненькие ну почти что ровненькие оказалось у меня еще мерка не ровно по ней мерил по которой ну немножко волна есть небольшие щелочки будут но это ничего страшного там все равно с пазами будет теплей тем более пол будет двойной черновой сперва постелем и утеплитель между ними еще будет так что все будет шикарно покроем чем-нибудь будет как дома это уже следующий день сегодня я просто загружаю доски сейчас и везу туда на поле выгружаю ну все досочки вошли даже в салон из крыши снял их сюда запихал на крышу сейчас длины это я положу может черновых еще на черновой пол нормально еще не подсело даже сидушку там сложил двухметровые доски влазит отлично ну все чернового загрузил можно выезжать подсело немножко сделаю с промежутками не сплошной будет черновой пол ну все поехали 30 метров по дороге ну все досочки привезены сложены отсюда и будем забирать сейчас еще чем-нибудь укрою будет качественно светлая красивая избушка кстати в задумках такая оригинальная будет не как у всех подготовительные работы начались для строительства избы а то зима не за горами надо уже начинать потихоньку делать а то зимой потом вообще ничего не сделаешь к зиме уже должна быть готова сделаю из досок внутри будет утеплитель внутри тоже обошьем и думаю холодно там не будет сейчас распространенные такие избы даже в тайге люди строят из вагонки ничего страшного нормально живут главное печку и только постоянно топить и все вспомнил что у меня булка есть такая с шоколадом на завтрак так что всем приятного чаепития завтракаю и выдвигаюсь все никак в деревне лесорубов не могу собраться все жду думаю может подсохнет как-нибудь дождей поменьше будет и дорога подсохнет можно будет на мопеде хотя бы сколько-то проехать надо ждить это поливают не дают высохнуть туда идти я не знаю километров 5-7 где-то примерно по болотинам там по всяким ну ничего не в этом году так в следующем сходим там еще бротельник как раз армия придет вдвоем веселей будет туда надо с ночевкой может даже не на один день он тоже любит ходить с металлоискатером долбаные эти лосинные блохи вышел на болотин такой аромат здесь стоит багульничка вообще люблю как на болоте пахнет кочечками багульничком багульничком вообще класс кому тоже нравится пишите надо было пособирать бы еще вот этот багульничек от простуды это вообще шикардос от кашля само то что надо время если потом будет как-нибудь съезжу пособираю свежая кучка где-то вот передо мной прошел езот терничка кстати уже поспевшая можно так идти собирать съездим потом попозже выберу денечек почему-то большинство кустов обгладанное как будто медведь ползает кто еще козлы лоси едят нет интересны первая черничка в этом году отправляется ко мне в рот кисловато еще спелая но кисло пусть еще недельку поналивается две съездим пособираем немножко неизвестно сколько в этом году хотя мочила хорошо должна быть ягода какие-то облака стали хмурые ходить спрашивали откуда здесь столько металлома в этом лесу здесь в 1970 каких-то там волосатых мохнатых годах железная дорога проходила было огромное количество делян лес возили отсюда аж поездами составами поэтому это еще мало металлолома который я нашел это вот рядышком здесь с дороги можно сказать где-то там в глубине по-любому есть дохрена еще металлолома просто его искать надо это конечно ходить очень много придется чтобы найти где были эти стоянки тракторные вот здесь вот барак какой-то стоял периметр видняется также бревна старые большие кругляк загнившие уже уже кто-то пилил недавно сколько-то лет назад видать вот такие вот здесь старинные гвозди квадратные кованые наверное еще и вот здесь вот походим покопаем может что-то еще интересненького вот я в тот раз один два сигнала выкопал первый сигнал был гвоздь второй вот ножичек складе я вот отмочил но там все равно так и не видно было что на нем нарисовано не знаю поставлю дискриминацию на металл на монеты на одни поставлю сейчас на драгоценности монеты мне кажется жарно не будет но не предназначено на собак вот на лопату сейчас звонит как монета звонит какая-то дискриминация так что буду на всех металлах искать копать нифига доброго не нашел только кучу вот таких вот гвоздей накопал да тепловоза штучка конечно с таким металлоскателем по монетам тяжеловато ходить надо какой-то добротный нужно чтобы дискриминация хорошо работала а так замаешься копать всю мелочевку где-то вон гвоздик копал полчаса обычно маленький наконец-таки хоть спальник с палаткой забрал гамак палатка спальник туда в лагерь увезу а то здесь в тот раз так и забыл она тут заплеснет мыши там поселятся все забрал потом увезу просушу палатка промокла она на улице была спальный мешок в избушке не промок ладно сейчас чай допиваю собираю шмот шматье выдвигаюсь всем спасибо за просмотр шмот 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 снеж наверху к се stir får прид